Подъем на стену в районе Преображенской башни Относительно бесполезное занятие Тут пройти можно буквально по ней метров 50, наверное И в самой башне можно еще наверх подняться Типа как смотровая площадка Подъем 50 рублей Вот там вот наверху Четыре окошка во все стороны Мы туда сходили, да, поднялись Снял две панорамы Ссылки будут в описании Ну и все, как бы, и больше тут никуда не пройдешь Вокруг хода по стене нету Возможно его когда-нибудь сделают Потому что в данный момент Здесь вот лестница вниз И все, и дальше как будто бы еще стенка строится И возможно проход откроет То, что он есть, он и лесенки, заготовки Но на данный момент прохода нет И вот, собственно, вся прогулка по стене такая скромная Ну, идем дальше по списку Кремль посетили Теперь по Кремлевской улице пройдем Сразу же для тех, кто интересуется или не интересуется Велосипедная дорожка С двух сторон Естественно, велосипедные дорожки Вот, пожалуйста, велосипедист Естественно, велосипедные дорожки Запаркованные автомобили Ну, как обычно При том, что парковки, я так понимаю Здесь официальные нету То есть они просто в наглую запаркованы Так, как им хочется Вот с этой стороны получается По правой стороне дорожка велосипедная Стой в обратную сторону Вдоль по улице высажены елочки свежие Правда, почему-то некоторые из них уже спилены Не знаю, чем они заслужили такую участь Но По крайней мере, те, что уцелели И растут Создают приятное ощущение от улицы Почему же в Москве-то не так? Хотя, ладно Последнее время тоже начали В центре города озеленять На следующем перекрестке Велосипедная дорожка, по сути, прекращается Сделаны на переходах Вот красные Красные линии Это для проезда велосипедистов Но дальше никакой дорожки нет Вот она обрывается Буквально вот В 500 метрах от Кремля Если не меньше И также обрываются елочки Дальше идут Лиственные породы Деревьев Наверное, липы, да Похоже Ну, что ж Они тоже красивые Тоже приятно Ничем не хуже елок А елки ничем не хуже Этих деревьев В Кремлевской И улице Мусы Джалили Здесь вот такое красивое здание Александровского пассажа Очень красивое здание Через дом мы видим Не менее впечатляющее здание Чернояровского пассажа С такими характерными Маковками, куполами В Кремлевской и Астрономической улице Расположено здание Института физики А по диагонали от него Невероятной красоты здание Национальной библиотеки Вы только посмотрите на этот шедевр Архитектуры Да, сзади, конечно, немного портит Здание какого-то университета В стиле конструктивизма Но Что ж Тем не менее Национальная библиотека стоит И выглядит просто потрясающе Называется это здание Дом Ушковой Как написано Дом Ушковой Свадебный подарок Богатого казанского купца Алексея Ушкова Своей невесте Дочери профессора Казанского университета Зинаидии Высоцкой В принципе Можете поставить на паузу И все это прочитать сами Внутри сейчас Проходит экскурсия Но она только началась Вот И по сей день Продлится немало времени В принципе Мы могли бы, конечно К ней присоединиться Нам еще целый город обойти Поэтому К сожалению Вы не увидите То, что внутри Как и мы Система велопроката В Казани Существенно отличается От московской Это и Автомат По продаже И фиксирующий Запорное устройство И сами велосипеды В принципе Сильно отличаются Здесь, правда Тоже вот Используется Планетарная втулка Для переключения Передач Вместо системы С дерейлерами Но фиксация Например Сбоку Через запорное устройство А не В вилках спереди Не знаю Какие здесь Принципиальные отличия По оплате По использованию Этой системы Но, как я вижу Тоже карту Надо применять Для оплаты Пустились вниз По университетской улице К местному Арбату Улице Баумана И первое, конечно Что хотелось бы Посмотреть Это вот Колокольня Богоявленского Собора Сам собор Вот чуть позади Нее Подойдем Поближе Ну вот Подошли Поближе К колокольне Определенный Это, конечно Шедевр Выразительных Свойств Кирпича В 16 веке Здесь был Небольшой Деревянный Храм В 18 веке Поставили Каменный Архитектурный Комплекс 2 февраля 73 года Именно здесь Крестили Федора Шаляпина В память Об этом Рядом Установили Памятник В 98 Году 20 века Сегодня Из былого Ансабля Здесь сохранился Собор Икова Кольня Который Является Самой Высокой Из старинных Построек Города 74 метра Построено В конце 19 века Наследство Купца Ивана Кривоносова Вот так Она выглядит Со стороны Обращенной К собору Здесь Солнце Падает Удачно И можно Рассмотреть В деталях Все элементы Это конечно Шедевр Заставляют Вспомнить Творения Йозефа Главки Например В Черновце Есть два Архитектурных Шедевра Сделанных Его руками Ну точнее По его проекту Не его руками Действительно Стоит подняться Так это На вершину Колокольни Богоявленского Собора Той самой Тут и высота И виды Вон там Внизу Улица Баумана Ну подъем Конечно же Платный 100 рублей Но оно Того стоит Вот так Здесь внутри Выглядит Колокольня Колокола Естественно На месте Все удивляет И что Меньше всего Ожидаешь Увидеть Внутри Колокольни Это автомат По продаже Снеков И напитков Ну и Лавочек Это уже Уже Как ни о чем По сравнению Вот с этим Это примерно На 10 метров Ниже Чем Смотровая Площадка До чего Только не доходит В погоне За наживой Несомненно Привлекает Внимание Комплекс Отеля Ногай Это конечно Конструктивизм Но Тот же Архитектурный Стиль И тоже Построен Довольно Необычный Заслуживающий Внимания Находится На перекрестке Бауманской Улицы И улицы Кави Наджими Наджими Тоже в принципе Красивая улица Тоже пешеходная Во все стороны Отсюда в принципе Интересно идти Следующий Объект Не написано Правда Ни на одной карте Что это за здание В чем его особенность Кто его построил Но Тем не менее Она очень красивая Рядом Есть два входа В какую-то Подземную Галерею Но она закрыта Вот один И второй вход Опять же На перекрестке В обе стороны Пешеходный маршрут Но мы пойдем В эту сторону А пойдем Мы в этом направлении Потому что Здесь есть Петропавловский Собор Построенный В стиле Нарышкинского Барокко Ради такого Сюда и приехать Даже можно Не то что Пройти пару улиц Вот это вообще Вот это вот Архитектура Со стороны двора Вид на Центральный вход Получается На территорию Храма Собора Вы только Посмотрите На это Я не знаю Что тут еще Говорить Какие вы От меня ждете Комментарии Просто посмотрите Ну это что Кстати На плакате Таблички Восстановительных Работ Есть вот Фотография Старая Не знаю Каким годом Она датирована Но Явно Не 20 век Мне кажется В конце Петербургской Улицы Есть вот такая Вот ротонда Окруженная Фонтанами А через дорогу Несколько Симпатичных Зданий А вот там Вот В углу Между домами Спряталась Римско-католическая Церковь Воздвижения Христа К ней Собственно И пойдем Так Ну вот она Римско-католическая Церковь Называется она Воздвижение Святого Креста Церковь Внутри Типичный Католический Храм Снаружи Украшен Несколькими Несколькими Фигурами По бокам И сверху Над главным Входом Ангел с крестом Вот такое Вот здание В принципе Довольно Симпатичное А вот Та старообрядческая Православная Церковь Которую Вы видели На которой Я вроде как Показал пальцем Красивое Правда Здание Не подчиняются Церковные Партии Сбоку Он выложен Плиткой Облик Божьей Матери На своде Характерные Окна Такие Трапециевидные Не прямоугольные Не круглые Не арочные Форма Красивая Церковь Пришли на улицу Каюма Насыри Это вроде как Территория Казанской Слободы Где испокон веков Татарской Где испокон веков Жили татары Но Честно говоря Если бы Вот не мечеть Которая То в не очень Восточном стиле Построена Ну не знаю Выглядело бы Это как Что-то Очень даже Русское То есть Она Улица Вся Как какая-то Этнодеревня Сделана На ней Отели Какие-то Вот такие места Для туристов Все Типа как Этнодеревня Типа Татарский Арбат Но По факту Вот там Ближе к началу К примеру Такое сделано Как деревня Там Коза Туда-сюда И ресторан Грузинской Кухни Ну вот К чему Это здесь Не знаю Общее ощущение Как будто Нас обманули Не чувствуется Никакого особого Национального Калорита Здесь К сожалению Дальше По улице Есть еще Вторая Апанаевская Мечеть Напротив Нее Музей Татарской Слободы Меня кстати Привлек Его торец Внимание Обратите Внимание Нижние окна Все замурованы Верхние частично Замурованы Здесь видимо Была какая-то Пристройка Когда-то Ее убрали И замуровали Стену наглохо Вот Правое окно Наполовину Верхнее Сохранилось В общем конечно Какого-то Этной духа Татарской Слободы Здесь к сожалению Не ощущается Хотя может быть Мы просто Ничего не понимаем И куда-то Не туда смотрим Но Улица Пешеходная В принципе Достаточно Красивая Если Не думать О том Что она Символизирует А просто Гулять по ней По городу На Брелина Еще одно Очень красивое Здание Написано Литературный Музей Габдулы Тукая Изначально К нему Конечно Не планировали Идти Но Дошли Надо вам Показать Потому что Впечатляет Конечно Из Другого Фасада Его вид Судя по всему На текущий момент Он закрыт И находится На реставрации Ну не суть по всему Похоже так и есть Я вот вижу Внутри Пленки Все затянуто Стены Разобраны Интерьера Никакого нет Идет реставрация В общем Погода На улице Очень жаркая А в жаркую погоду Хорошо прогуляться По воде Поскольку Здесь каких-то Особых Таких Прогулочных Маршрутов Нету Доехали До речного Вокзала Но не доехали Дошли до него И просто Я подошел В кассу Сказал А когда У вас Ближайший Рейс Куда-нибудь Чтобы Просто По воде И недорого И потом Обратно Вернуться Говорит Вот пожалуйста На садовую 78 рублей Через полчаса Ну взяли Все Я даже не знаю Что это за садовая Куда это Ну сейчас До куда-нибудь Доедем А там Как получится Главное По воде Прокатиться Вот наш Пятый Причал Наш Теплоход Садимся Через 20 минут Отправляемся